Всем здарова народ, с вами Варчик. ФЦМ-50Т. Что я могу вам про него сказать. Мой второй премтанк на аккаунте. Рекордсмен на аккаунте по количеству боев. Больше 3,5 тысяч боев на этом танке. Экипаж там просто заоблачный. Играю на этом танке просто как влитой. Как будто бы в нем и родился. Но в один момент картошечка его переделала. Добавила динамики, добавила ДПМ. Отчего пострадала стабилизация. По сути танк меня устраивал во всем. Льготная восьмерка. Хорошая точность, хорошее пробитие. Маленькая альфа. Но зато можно на гусле держать. Единственное, что якобы брони нет. Но я-то на нем играю давно и знаю, что броня у него есть. Просто нужно играть против не очень одаренных танкистов, которых в рандоме сейчас много. Которые не будут пробивать фацемы. Поскольку они любят стрелять куда попало. Подставляешь таким врагам идеально выставленный борт вдоль укрытия. И никто вас никогда не пробьет. Я конечно не понимаю зачем в такой борт стрелять. Если он не пробивается вообще никак. Но вы не поверите, большинство в рандоме стреляют. И за счет этого броня есть. Можно даже в открытом поле ромбик ставить. Иногда тоже спасает. Также есть великолепный таран. Великолепная скорость. И внушительный обзор. Без каких-либо оборудований на обзор, без доппайков. Обзор почти достает до максимального круга обзора. Что в принципе на льготном уровне вполне себе достойно. Если поставить доппайок, то будет просто шикарно. Но минус был один, который меня больше всего беспокоил на этом танке. Стабилизация просто настолько отвратительная стала, что стрелять стало тяжело. Любое движение или любая активная игра превращала стрельбу в ужас. Но с новым оборудованием я поставил два стабилизатора и досылатель. И в принципе, если на ходу не стрелять вдаль, то все хорошо. Вблизи в движении в принципе тоже можно попадать. Я думаю, что если поставить доппайок, то просто будет космос. Танк по боевым характеристикам, как для льготной восьмерки, просто шикарный. Его конечно сейчас уже не продают. Будут или нет, никто не знает. Видимо картошка боится, что кто-то купит себе тренажер для выравнивания рук. Я бы конечно людям, которые не хотят учиться играть, этот танчик не посоветовал. Но тем, кто хочет научиться, либо тем, кто уже умеет хорошо играть, этот танчик вполне себе годный. И фармит он столько же, сколько и льготный суперпершинг. За 3000 урона в среднем 80 тысяч серебра. Фарм примерно одинаковый, но геймплей совершенно разный. По ощущениям на суперпершинге намного проще играть. И при меньших усилиях влияние на бой такое же. Но геймплей совсем другой. Здесь нужно на ФЦМе применять намного больше технически сложных тактических решений, позиционных, там ромбиков, бортиков, танкований, удерживаний на гусенице, быстрых перемещений по карте. Нужно намного больше делать действий, от чего можно совершать больше ошибок и тяжелее набивать высокий результат. Но если эти трудности вас не отталкивают и вам нравится играть активно весь бой, то этот танчик вполне себе шикарный. Но потеть придется абсолютно всегда. Если суперпершинг это танк про отдых, то ФЦМ это танк, когда ты всегда работаешь на пределе. И по сути с двумя стабилизаторами активно играть приятно. Конечно вдаль на ходу не постреляешь, но в целом пушка я стал намного довольнее, чем до нового оборудования. В рандоме ФЦМа практически нет. Большинство врагов, которые видят ФЦМа, просто у них рот настолько широко открывается, что в него можно спокойно проезжать и ехать следующего врага убивать. Поскольку этот с открытым ртом все поломался. Пока что примтанки льготные 8 уровня, очень радуют меня своим фармом. Что будет дальше, посмотрим. С вами был Арчик, играть красиво. Всем пока.